Брюс Ли родился осенью 1940 года в США. В это время его отец, актер китайской оперы Ли Хойчен, жена Грейс Ли. При рождении родители дали сыну имя Ли Чжан Фан. Мать очень хотела, чтобы, повзрослев, мальчик приехал жить в Америку. С этой целью в свидетельстве о рождении, выданном в китайской больнице города Сан-Франциско, было записано вполне американское имя – Брюс Ли. Но однажды столкнулся на улице с тремя членами гонконгской триады. Бой закончился, не успев начаться, бандиты попали в больницу. И когда какой-то мальчишка Ли Чжан легко одолел на улице троих уважаемых в семье людей, триада обязана была принять меры. Но он родился в Сан-Франциско и имел гражданство США. Поэтому в тот же вечер мать собрала его вещи и отправила сына в Америку. Вскоре новые знакомые пригласили Брюса на праздник восточной культуры в одну из школ Сиэтла. Там он должен был продемонстрировать искусство боя. Именно с этого момента жизнь официанта из Чайна-тауна начала стремительно меняться. Поначалу у него появились состоятельные ученики, а вскоре Брюс даже открыл свою собственную школу восточных единоборств. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Его замечают продюсеры, приглашают сниматься в кино. У китайского дракона Ли появляются первые поклонники. Что в последние месяцы он был на пике финансового подъема, никаких затруднений не испытывал и даже заказал себе именной Роллс-Ройс. Дело было так. Его жена Линда рассказывала, что это был исключительно жаркий и влажный день. Брюс работал на студии Golden Harvest на Hammer Hill Road. Он был занят озвучиванием последних кусков острова. Из-за постоянного постороннего шума, все фильмы в Гонконге снимались без звука, а уже позже записывали звук. Для того, чтобы предотвратить проникновение посторонних звуков в комнату звукозаписи, в ней отсутствовали вентиляторы. В комнате было жарко и душно. Брюс, несмотря на постоянную заботу о своем физическом состоянии, несмотря на все свои витамины, протеиновые коктейли и соки, был сильно утомлен и весь в поту. Люди, находившиеся рядом с ним, помнят, что он выглядел необычайно переутомленным. Но будучи под впечатлением от сцен, в которых он участвовал, и которые они теперь озвучивали, а также удушливой жары, никто не придал большого значения состоянию Брюса, а также тому, что он вдруг вышел из комнаты. Он вышел в небольшой холл, находившийся рядом с комнатой звукозаписи. Холл был пуст и прохладен, и там Брюс внезапно упал на пол. Он сказал Линде позже, что в тот момент он не потерял сознание, так как помнит, что услышал шаги в соседней комнате. Доктор Чарльз Лэнфорд, сотрудник британского госпиталя, сказал, что Брюса необходимо немедленно доставить к ним. Встретив машину около входа в госпиталь, он нашел Брюса в бессознательном состоянии. Недели позже Брюс и Линда прилетели в Лос-Анджелес, где группа врачей под руководством доктора Дэвида Рейсборда внимательно изучила работу мозга Брюса в различных режимах и условиях. Они не обнаружили ничего, что не соответствовало бы функциям здорового мозга. Доктор Лэнфорд говорил, что Брюс пострадал от отека мозга, то есть увеличился объем жидкости, находящейся в черепе, что естественно привело к увеличению давления этой жидкости на мозг. Больше никаких повреждений во всем организме Брюса обнаружить не удалось. Напротив, ему сказали, что состояние его организма соответствует организму 18-летнего юноши. В легендарном поединке Брюса Ли с Вонг Джекманом Свидетелями этой встречи, прошедшей за закрытыми дверьми школы Брюса Ли, стали только 7 человек. Тем не менее, события этого вечера оказали огромное влияние на мир боевых искусств. Эта схватка не только повлияла на формирование человека, который вскоре станет самым знаменитым бойцом в мире, но также станет ключевым моментом в противоборстве двух философий – традиционных и современных смешанных боевых искусств. Бой с Вонг Джекманом станет для Брюса Ли поворотным моментом, после которого он создаст философию боя, опередив на десятилетие свое время. Можно смело сказать, что Брюс Ли стал предтечей современного ММА, поэтому нам так важно сейчас разобраться, что же на самом деле произошло в тот вечер. Он познакомил Брюса с кругом своих друзей, прогрессирующих мыслящих фанатиков боевых искусств, среди которых мастер японского джиу-джитсу Воли Джей и создатель американского кэмпа карате Эд Паркер. Брюс Ли провел 10 лет, изучая Винчунь у легендарного Эпмана в Гонконге. Экономичный, быстрый и прямой стиль Винчунь проповедовал атаку центральной линии в сочетании с короткими ударами руками на ближайшей дистанции. Стиль имел репутацию практичного и эффективного. На первом знаменитом турнире боевых искусств на Лонг Бич, который организовал Эд Паркер, Брюс вызвал раздражение у многих участников после того, как раскритиковал многие традиционные практики, такие как стойка лошади к кибодачи или маббл. Он просто пришел и начал критиковать людей. Так каратэка с более чем полувековым стажем Кларенс Ли вспоминает. Парни практически становились в очередь, чтобы подраться с Брюсом Ли после его демонстрации на Лонг Бич. Японский каратэка Йочи Накачи бросил вызову Брюсу во время прохождения демонстрации, на которой Брюс раскритиковал карате. Йочи Накачи преследовал Брюса несколько недель. Когда они наконец сошлись в поединке, Брюс буквально уничтожил Йочи, проводя серию быстрых ударов руками и завершив бой, нокаутирующим ударом ноги. Весь бой продолжался 11 секунд, а Йочи попал в больницу с переломом черепа. Странно, что эту встречу обычно замалчивают как малозначительную, хотя на самом деле она является показательным примером в дальнейшей судьбе Брюса. Линда Ли и Дэвид Чин, находившиеся по разные стороны конфликта, рассказывают одно и то же. Бой был быстрым и яростным. Бойцы перемещались по всей комнате. Выглядело это все грубо, хаотично и не было похоже на кино. Но сначала Брюс сумел нанести удар кулаком в висок Вонга и начал осыпать его ударами. В этот момент Вонг сказал, что сдается, и бой прекратился. Все это длилось не дольше 7 минут, вспоминает Дэвид Чин. В заключение приведу слова Дэвида Чина, который, несмотря на то, что поддерживал Вонга в то время, теперь говорит, то, что говорил тогда Брюс, оказалось верным. Я не соглашался с ним в то время, но он был прав. 20 июля 1973 года умер легендарный мастер восточных единоборств, голливудская звезда Брюс Ли. Пресса назвала его самым известным китайцем на планете. Всего несколько лет потребовалось Брюсу, чтобы потрясти устои Голливуда и создать принципиально новый вид кинематографа. Фильмы с его участием были абсолютно не похожи на все, что существовало прежде. Сегодня мы расскажем о последних днях жизни этого человека. В возрасте 32 лет скоропостижно скончался мастер кунг-фу, известный голливудский актер и продюсер Брюс Ли. Вечером 20 июля 1973 года Брюс Ли почувствовал головную боль и поступил, как любой другой человек в подобной ситуации. Выпил обезболивающее лекарство, но вместо того, чтобы уснуть, актер впал в состояние комы. Брюса отвезли в госпиталь королевы Елизаветы, где врачи предприняли все возможное, чтобы реанимировать знаменитого пациента. Впоследствии никто из находившихся рядом с умирающим Брюсом Ли так и не смог ответить на вопрос, почему актера отвезли именно в эту клинику, а не в ближайший от района Коулун-Тонг, в котором жил Брюс Баптист Госпиталь. Состояние Ли ухудшалось, но медики не оставляли попыток вернуть к жизни короля кунг-фу. Его подключили к аппарату искусственного дыхания, сделали прямой массаж сердца. В 23.30 толпившимся у дверей больницы репортерам сообщили, он умер. Но вскрытие показало, что Брюс Ли принимал только два препарата. Делоксен, прописанный ему в 1968 году после травмы спины и таблетки Дилантин. А 20 июля, за три часа до смерти, принял обезболивающее Экваджезик. В медицинском заключении написано, что сверхчувствительность к Экваджезику или его сочетание с Делоксеном могли вызвать отек мозга. Вместо 1400 мозг Брюса Ли после смерти весил 1600 граммов. На 200 граммов больше нормы. То есть, приняв злополучную таблетку простого аспирина, актер умер от отека мозга. Теоретически это возможно. Но на практике подобное происходит крайне редко. Еще одним действующим лицом истории, связанной со смертью Брюса Ли, стал его сопродюсер Ло Вэй. Газеты не упустили случая напомнить, что между ними шла открытая война. Однажды Ли узнал, что Ло Вэй скрывает часть прибыли и прилюдно обвинил компаньона в воровстве. Но на первый взгляд, заключение врачей о смерти кинозвезды от отека мозга выглядело вполне достоверным. Ведь фатальные события 20 июля были очень похожи на то, что случилось с Брюсом двумя месяцами раньше. Вердикт медицинских светил Гонконга – возможный отек мозга. Но этому никто не хотел верить. Масло в огонь сомнений подливало слово «возможный». А также тот факт, что врачи не смогли определить причину возникновения отека. К тому же, вскрытие тела произвели только через 36 часов после смерти. Акт судебно-медицинской экспертизы вскоре был утерян. Поползли слухи об умышленном убийстве Брюса Ли. Версия отравления Брюса Ли обсуждалась довольно долго. Выяснилось, что вокруг него было достаточно людей, которых бы весьма устраивала скоропостижная смерть знаменитости. И каждый из них вполне мог применить именно яд. Так что события вполне могли развиваться так. Накануне смерти актер принял некое народное лекарственное средство, которое стало причиной отека мозга и смерти. Его состав при вскрытии установить не удалось. На основании этих предположений возникла новая версия. Брюс Ли мог быть отравлен. Плачено страховой компанией, с которой Ли заключил контракт в начале 1973 года. Сумма страховки составляла 2 миллиона долларов. Тогда это были колоссальные деньги. Даже для крупной компании. Один из пунктов контракта гласил, если будет доказано, что Ли принимает наркотики, страхователь освобождается от выплат. Поэтому смерть актера от яда, который легко мог сойти за наркотик, была на руку страховщикам Брюса Ли. По условиям контракта, Ло Вей работал на этой картине в качестве сопродюсера. Когда Брюс объявил Ло Вею, что разрывает контракт, для продюсера, несмотря на полагающуюся в таких случаях неустойку, это означало банкротство. Так что людей, заинтересованных в устранении Брюса Ли, было достаточно. В 1973 году за участие Ли в своих фильмах борются ведущие студии и режиссеры Запада. Его приглашают сниматься вместе с Элвисом Бресли, который, согласно сценарию, должен стать учеником великого мастера. Карло Понти присылает ему предложение сыграть главную роль в паре с Софи Лорен. Компания Warner Brothers сообщает, что специально для Брюса Ли у нее готово 12 новых сценариев. Его наперебой соблазняют невиданными условиями контрактов и баснословными гонорарами. Warner Brothers. Руководство студии предложило Ли сняться в одном из фильмов, обещая взамен актеру и его наследникам пожизненную ежегодную ренту в 100 тысяч долларов. Брюс подписал контракт. Еще одна трагедия семьи Ли. Она произошла спустя 20 лет, в 1993 году. На съемочной площадке фильма «Ворон» погиб сын Брюса Ли, Брэнда. Но его странная смерть заставила по-новому взглянуть на события 20-летней давности, на смерть самого Брюса. В тот день снимали эпизод погони. В Брэндона должны были выстрелить из револьвера с расстояния 5 метров. У актера в руках был пульт от маленького взрывного устройства. Он должен был нажать на кнопку в момент выстрела партнера. Мини-заряд, закрепленный на теле Брэндона, должен был взорваться и имитировать попадание пули. Этим приемом пользуются на всех съемочных площадках мира. Никакой сложности этот трюк не представляет. И вот раздается команда «Мотор». Звучит выстрел, срабатывает заряд на теле Брэндона. Ли, как и положено, по сценарию падает. Дубль отличный, съемочная бригада аплодирует актерам. Только вот Брэндон почему-то не поднимается на ноги. Когда члены съемочной группы подбежали к нему, они увидели на теле актера настоящую, а не бутафорскую кровь. Ассистент бросился к телефону, вызвал скорую. Брэндона увезли в больницу. Расследование обстоятельств гибели Брэндона Ли показало, что при подготовке револьвера к работе были нарушены элементарные правила техники безопасности. Тогда же, в 1993 году, многие обратили внимание на зловещее совпадение загадочных обстоятельств смерти отца и сына. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова